Сейчас мы находимся вместе с губернатором в небольшом населенном пункте в село Дунаево Сретенского района. Здесь 85 домов. Из них после того, как 1 числа вышла из поймы река Куинга, пострадал один дом, 28 предусадебных участков. Сейчас ведутся работы по подсчету ущерба. Как заявил глава Сретенского района, на каждого члена семьи будет выделено по 10 тысяч рублей. На текущее время 3 муниципальных образования уже отработали. По данным это по единовременным выплатам, по тем семьям, которые попадают в выплат частичной утраты имущества, а также работаем плотно по линии глав муниципальных образований и Министерства строительства в рамках определения ущерба по дорогам, по мостам. В среднем в рамках действующего законодательства мы сейчас уходим уже на цифру по введению режима ЧС регионального уровня, который попадает в параметры. Сколько? Здесь комиссия закончила работу? Да, 4-го закончила. Муниципальному ущербу у нас около составляется и с мая с КНЧС на 31 муниципальных образований. А сколько здесь именно домов обследовали и признали по странам? Да, здесь 15 домов. 15 домов. По дорогам? По дорогам здесь еще у нас комиссия не отработала. Достаточно сложная ситуация в Верхнекуларкинском поселении. По словам главы Сретенского района, стихия подмыла мост. На месте уже определен подрядчик и заключен контракт в рамках ЧС по восстановлению строения. Общая сумма работ составит около 3 миллионов рублей. Аваренно-восстановительные работы ведутся. Уже проезд восстановлен в Шалопугинском направлении. Также у нас в Урюм-Усть-Карск на дороге ведутся работы аварийно-восстановительные. Но большегрузная техника у нас уже проходит и на базе внедорожников проезд уже как бы есть. Вчера работала у нас комиссия муниципальная по гуманитарной помощи. Мы собрали субайки, скажем, продукты питания. Работали всем, кто попал в зону подтопления. Гражданам выдавали пакет с продуктами. А по оценке по имуществу есть ли у вас хоть какие-то цифры? У нас имущество в ущерб не попало. То есть у нас вода зашла в дома, это 15 домов. То есть это подполье, напольное подкрытие. И здесь ущерб не более 10 тысяч, то есть на каждого члена семьи. И общая сумма составляет 520 тысяч рублей. Жительница села Усть-Наринзор Татьяна Никулина не может сдержать слез. Свой дом она вместе с родственником-инвалидом второй группы снимает. Переживает, что компенсацию получить не получится. Никаких прав на жилье у нее нет. Тем временем стихия подтопила фундамент у печки, смыла забор, а с ним и весь будущий урожай, на который женщина очень рассчитывала. Пахала за две столы, посадила. И все. И осталось безо всего. Ни маленького, ни большого нету. Забор стоял, его бы на мой век хватило. Я пенсионерка, живу одна с инвалидом второй группы. Вот сами видите. Ну а что, что обещают, что, что, что вам сказали? Приезжала комиссия муниципальная, смотрела. Обещают, потому что у нее, она снимает дом. Ее сказали, снимает, снимает, тихо, Миша. Она снимает дом не в собственности. Значит, дома сидят. В доме печка, он как шел пундамент. Вот-вот печка отвалит. На печку там тоже вода дошла или как там? Видимо, удар-то весь на меня пришелся. Там-то это... Первый удар-то ее был. Там-то это полдюбрии. Вы бы сразу приехали, вы бы в омара купали. Тут хуже Украины было. Хуже Сирии было. Вообще все. Вон ведра мои плавают. Маленький, вон мой забор. Вся картошка вон там. Целиком и полностью. Но мы не утонули благодаря главе. Все, то что все. Глава администрации сельского поселения Дунаевска Татьяна Стасюк попросила главу региона во всем разобраться лично. У ее односельчан пострадали не только подполья. Затопленными оказались гаражи, бани, летние кухни. Местные жители считают, несколькими тысячами рублями компенсации здесь не обойдешься. На месте продолжает свою работу специальная комиссия по ликвидации последствий ЧАЭС. Подробный репортаж смотрите в нашем эфире завтра.